Инстаграм больше не работает. Добавить видео в ТикТок российские блогеры тоже не могут. Остаются старые добрые площадки ВКонтакте и Одноклассники. На случай, если вдруг Россия вовсе окажется без доступа к социальным сетям, у ульяновцев уже готов план Б. Сейчас это намного важнее, чем когда-то раньше было. Когда-то я просто сидела в соцсетях, а сейчас я больше общаюсь, стараюсь. Пока все-таки... Почему вы так делаете? Ну, кто знает, что будет дальше. Все-таки надо жить. Ну, наверное, мы будем заниматься живым общением. Тем, что, мне кажется, каждому человеку очень не хватает в наше время вот этих современных технологий. Насколько важно вообще в принципе с другом видеться просто так в реальной жизни вместо социальных сетей? Очень важно. Это потому, что, во первую очередь, это разгружает. Я вот на выходные встречалась с друзьями, это было великолепное время. Я отвлеклась от всех новостей, знала только новости, которые происходят с ними, и это очень ценно. Ну, вообще, в свободное время, конечно, лучше проводить время с друзьями, с близкими. И как раз это нас подтолкнет на то, чтобы мы все-таки больше уделяли время своим близким, родным и друзьям. Ну, занимаемся саморазвитием, ходим на танцы, поем. То есть, каким-то творчеством для того, чтобы было не скучно. Я всегда работаю, у меня нет времени на социальные сети. То есть, если вдруг они все перестанут работать, на вас это никак не относится? Вконтакте я уже не сижу давно, в Инстаграме вообще не сидел. Я залип сейчас немножко под ТикТок, потому что там прикольно. Вот и все. Гораздо важнее встречаться лично, а не сидеть во всяких этих сетях. Я считаю, ничего страшного не произойдет, если какие-то сети закроются и уйдут. А вообще, вот если все вдруг в социальные сети разом перестанут работать, чем будете заниматься? Наверное, восстанавливать телефонную книжку. Ну, на самом деле, я не вижу здесь такой большой глобальной проблемы, что социальные сети как бы уйдут из нашей жизни, потому что… Ну, общаться вживую намного интереснее даже вот с вами, с другими людьми. То есть, новое общение – это не совсем голосовые сообщения в сети электронную. У тебя нет времени порой даже об этом написать. А встретиться с человеком намного приятнее, фотографии свои можно показать. Немножко иначе, не просто листая фотку в Инстаграме либо в ВК. Можно как-то поинтереснее просто делать это все. Ну, вообще, это важно. Насколько важно, жизненно важно общаться. Почему? Я даже не могу сказать, мне кажется, так элементарно, так просто, так необходимо. Как дышать, как есть, как пить, поддерживать друг друга. И тактильно, и взглядом, и дыханием слышать. Это важно. Я думаю, наша молодежь найдет способ найти выход к соцсетям.